Под руководством Николая Меркушкина комсомольская организация университета стала превращаться в ту самую мощную силу, которая она была до самого конца своего существования. Идеи, которые в ней рождались, принимали в ВУЗе, перенимали за его пределами, внедряли во всесоюзном масштабе. Так это было с разработанной в Мордовии системой, объединившей ленинский зачет и общественно-политическую практику комсомольцев. Отчетов стало меньше, реальных результатов больше. Это может быть первая инициатива, которая реализовывалась здесь, в Мордовии, в ВУЗе в частности. Она была на самом деле одобрена на всю страну. Я тогда докладывал на всесоюзной научно-практической конференции, которую проводило Министерство высшего образования СССР вместе с ЦК ВЛКСМ. Ну и после этого у нас отдел ЦК по студенческой молодежи, штаб студенческих строительных отрядов, центральный, нас сильно полюбил. И наши отряды очень сильно пошли в горы, которые были студенческие отряды, там, одним из лучших в стране. Комсомол Мордовии уверенно выходил на всесоюзный уровень. Семинар по трудовому воспитанию молодежи для секретарей ЦК ВЛКСМ союзных республик, крайкомов и обкомов провели именно в Саранске. И снова уникальный опыт, накопленный комсомольцами Мордовии, рекомендовали внедрить во все комсомольские организации страны. На его основе писали научные работы, защищали диссертации. Кто только не приезжал, кто только не учился в Мордовии. Ну, это потому что весь актив был такой вот заряжен на позитив. Это очень важно. То есть не просто вот бумажки писали, а на позитив, на конкретные дела. Бумажки потом. А вот в начале это дело. Каждый год на наши мероприятия приезжали из Три ЦК ВЛКСМ для того, чтобы увидеть собственными глазами и потом на всю страну там пропагандировать. По инициативе Николая Меркушкина появились отряды животноводов и комсомольско-молодежные отряды заводов, шефствующие над селом. В них состояло более трех тысяч человек. Саранский и Рузаевский горком и комсомола под руководством Владимира Волкова и Людмилы Ивановой курировали создание пионерских трудовых лагерей имени Гагарина и Корчагинец. Областная комсомольская организация под руководством Николая Ивановича в истории впервые. Это в 1983 году была победителем во всесоюзном смотре комсомольских, областных комсомольских организаций и награждена была переходящим красным знаменем. Это было для комсомола Мордовии историческим событием. Вот эти два главных. Второе — это Совет Министров РСФСР. Это уже правительственное знамя. Не комсомольское, а правительственное, федеральное. В ЦСПС и ЦК ВЛКСМ вручали знамя за отряды. Студенческие, строительные прежде всего. Отряды. И мы это знамя тоже пять лет подряд завоевали. А положение было так. Если пять лет подряд организация завоевывает знамя, ему присуждается это на вечное хранение. Мы оба знамени в 1986 году остались на вечное хранение в Мордовии. Это небывалый случай и для самой комсомольской организации Мордовской, и даже в стране, чтобы два главных знамени — это комплексы за работу комсомола и за работу отрядов студенческих, строительных, комсомольской молодежи с предприятий в итоге, трудовых отрядах школьников, педагогические отряды. Это целый пласт поднятой работы. В 1985 году Николай Меркушкин, как один из известнейших и наиболее уважаемых комсомольских лидеров страны, выступает на пленуме ЦК ВЛКСМ. Вопрос острый о совершенствовании стиля, методов и форм работы комсомольских организаций. Проблем накопилось много, потому аудитория горячо поддержала выступление. А результаты пленума комсомола рассмотрело Политбюро ЦК КПСС. Такого не было ни до, ни после. Результаты работы Николая Меркушкина в Комсомоле государство оценило очень высоко. Ни у кого из руководителей обкомов не было такого набора наград. Медаль за трудовую доблесть, орден дружбы народов, орден трудового красного знамени. За всю историю существования огромной комсомольской организации ее руководителям было вручено всего пять таких орденов. У ЦК Комсомола на Николая Меркушкина были свои планы. Нужен был проверенный человек для работы на должности второго секретаря. Но будущий политик сделал выбор не в пользу Москвы. Он остался в Мордовии со своей командой. В Мордовии как нигде у нас комсомольская команда, сформированная в те, о чем я говорю, 20 почти лет мы работали вместе, много людей. Из них очень много перешло потом в команду главы республики. Вот результат, который мы в итоге имеем вплоть до чемпионата мира, что в Саранске, это результат прежде всего той работы. Не последней даже, а той. Добиться признания Мордовии на федеральном уровне – это только полдела. Не менее важное достижение тех лет – это изменение мировоззрения жителей нашей республики. Остался в прошлом известный провинциализм, ушло преследовавшее регион ощущение некой второсортности. Им на смену пришла вера в собственные силы и поистине комсомольская готовность воплощать самые амбициозные проекты. Конечно, день особый. Я хотел бы всех, кто имел отношение к комсомолу, работали в комсомоле, профессионально многие годы отдали комсомольской работе. Рядовых комсомольцев, командиров отрядов студенческих, комсомольско-молодежных, животноводческих отрядов. Это особая была категория людей, бойцов этих отрядов. А их были тысячи, десятки тысяч. Поздравить с праздником, пожелать всем успехов новых.